Всем привет! Вы находитесь на канале Авражка Лайф. Меня зовут Наталья. Что такое, малыш? Да-да-да, меня зовут Наталья. Я живу в Сибири, в Красноярском крае. Сегодня 24 декабря, уже вечер. Я приехала с работы, иду к своим курочкам забирать яйцо. И хотела вам рассказать, как мы пережили морозы. У нас, наверное, дней 5 стояли очень сильные морозы, до 50 градусов. Хочу вам показать и рассказать, как мы с ними справились. К сожалению, не обошлось без потерь у меня. Ну вот, хочу вам показать сейчас. Вот. Как здесь тепло. Девочки меня ждут. Несмотря на то, что у меня теплый курятник, значит, сильные морозы, такие, как вот у нас были, значит, они, ну, как бы, постройка не предусмотрена, но такие морозы. Ну, как бы, что говорить, когда даже жилье, когда долго очень, вот такой холод, все равно стены настывают, и становится, как бы, неуютно. Ну, про курятник я молчу. То есть, у меня у кур, вот, в трубе, вот в этой, где там видно, нет? Сейчас покажу. Вот труба-поилка. В этой трубе замерзала вода нынче. Хорошо, что у меня там еще есть одна стоит. Все нормально. Больше всего я, конечно, переживала за цыплят. Вот они у меня. Видите, я их как раз перед тем, как наступили морозы, пересадила вот сюда. Ну, и, в общем, переживала я, конечно, не зря, потому что в брудере тепло, там есть специальная лампа обогревочная. А эта лампа здесь обогревочная нет, только осветительная. Нам пришлось вкрутить, вкрутить лампу накаливания обычную. Я вставлю ролик, как я готовилась к таким морозам. Ну, вот и рассадила я своих цыпок. Вот это вторая клетка нижняя. Ну, не нижняя, а средняя, так скажем. Это первая. Значит, так как их у меня осталось 32, должно быть в каждой клетке по 16. Ну, здесь я оставила пока 18 получается, а сюда вниз отсадила 14. Решила отсаживать наиболее крупных. И вот пока я отсаживала, мне показалось, что уже крупные кончились. Ну, решила пока оставить так. Значит, вот такая температура у меня здесь. Вот такая температура у меня наверху. В принципе, пока нормально. Но у нас предстоят на неделе морозы под 35 градусов. И вот не знаю, что делать. Вот это вот дополнительно, вот смотрите, видите, какие плиты. Ну, это типа как какая-то, ну, не пенопласт, но что-то похожее. Плита я вот так поставлю. Вот, конечно, проблема, когда вот дверь открываешь, и прямой наводкой сюда идет холодный воздух. Я вот так хочу это поставить. Но цыплята это дело все переворачивает. Я вот сейчас придумала, сюда вот так вот резинку завяжу, и за резинку их поставлю. Также мы эту клетку, видите, как обтянули с этой стороны утеплителем вот таким. И внутри еще у меня муж купили пищевую фольгу, знаете, такую, которая плотная. Не которая тоненькая, а прям плотная такая. И этой фольгой. Ну, вон они, видите, как уже кусочек отгрызли, засранцы. И вкрутили простую лампочку накаливания сюда. Ну, и вот у меня обогреватель еще конвекторный стоит. Здесь я обогреватель уже поставила, чтобы он так включался уже пореже, потому что все-таки теплый воздух идет наверх. О, красавчик! Тут, значит, у меня интересная девочка, вот смотрите, махноногая какая. Махноногая, светленькая, да? Махноногая. И есть махноногий темненький, вот он пепельный, по-моему, вот он ходит. Но у него лапы не такие уж сильно мохнатые, как у девочки. Девочка прям сильно, да? Ну, я так полагаю, что эта девочка должна быть, надеюсь, прям сильно. Вот. А, еще вот здесь у меня вот такие вырезы, это же как бы клетка для взрослых кур. И вот такие вырезы, да, здесь кормушка вешается. Я вынуждена была натянуть здесь проволоку, потому что цыплята спокойно вылазят отсюда. Я захожу и сидит на этой штучке одна красоточка. Ну, короче, сейчас привяжу резинку, сделаю, покажу, как получилось. Вот, привязала резинку, короче, какая-то такая конструкция получилась. Так, надо сюда, тут сейчас клевать начнут. Смотрите, уже клюют, а, поросята. Она такая как бы оставила возможность, если ее нужно будет уплотнить. Вот, за нее поставила вот эти блоки, чтобы они не переворачивали. И, чтобы сюда не шел холод. Ну, думаю, нормально, в принципе, должно выдержать морозы, надеюсь. Тем более, цыплята уже вон как хорошо оперились у меня. Вот. Активные. От кокцидиоза я их пропоила еще разочек. Сейчас налила им чектоник с пробиотиком. Ну, смотрю по мету. По мету у них у всех такой хороший, тверденький, крепенький. Без примесей там слизи и без крови. Вот по мету, смотрите. Если понятно. Ну, короче, вот так. Все у нас нормально. Эти тут хомячек потихонечку. Один там что-то сидит. Ну, не знаю, только что кушал. Посмотрим. В общем, вот такие дела. А также, чтобы не выходил теплый воздух отсюда, вот, из клеточки, мне пришлось повесить вот так вот сбоку вот такую ткань. И она маломальски удерживала температуру. Но все равно в морозы температура опускалась здесь, вот именно в этой клетке, где-то до 13-12,5 градусов. Сегодня уже тут хорошо, 21 градус. Ну, наверху вообще хорошо, там, потому что весь теплый воздух туда идет. Я уже убавила вот такую нашу батарейку. Ну, сейчас, конечно, уже эта тряпка нам не нужна. Я ее убираю, потому что обещают достаточно теплую погоду. Сейчас вот я показала вам, сколько у нас на улице. На выходных обещают до 6 градусов мороза. Также, чтобы утеплить вход, нам пришлось на дверь повешать вот такой занавес. Тут вот ватин, такое старое покрывало, потому что дверь достаточно тонкая. И холод основной шел от дверей, конечно. Ну, и это, конечно, спасло ситуацию. У меня это первый раз, такой опыт, чтобы цыплята у меня попали как раз в такой мороз. Я спать спокойно ночью не могла. Первая ночь, в которой я спала нормально, это была вот эта вот вчерашняя ночь, когда я уже поняла, что все, мороз отступил. И вроде как все нормально. Вот мои цыпки. И вот мои цыпки. Очень здорово уже подросли. Сегодня им месяц ровно. Конечно, такой температурный перепад сказался на моих курах. У них упала яйценоскость. Ну, они все равно несутся, но, конечно, они здорово снизили. Сейчас мы будем как бы входить в холею свою, восстанавливаться. Вот, значит, все, о чем я хотела с вами рассказать, поговорить и поделиться. Слава Богу, все у нас нормально. Всем всего доброго, всем всего хорошего. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok